Сегодня решили какую-то замечательную погодку быть на улице, где-то минус девять, светит солнце, очень, погодка тёплая. Проверяется по одному району, который мало кто знает. Он положен и в лесу, и как бы в центре. То есть в шаговой доступности будут есть и частные дома, и многоквартирные. Вот этот многоквартирный дом, только что, вот здесь вот идут частные дома. Каждым годом всё больше и больше построек. Совсем недавно этого здания вообще не было. Вот эти, которые вдали, они уже давно построили, там уже выдерживают. Здесь-то тегас есть, насколько я понял. Какой-то враг здесь делали, не знаю зачем. Что-то вырвали, какой-то котлован может, тропот проводить. Котлавочка. Кстати, когда здесь катаюсь, я иногда здесь отдыхаю. Надо всё, надо мило. Может сидеть, и открывается в красивом детском озере. Когда вот не было вот этого дома. Открывался красивый, и тут целый, целый дворцы здесь. Ну, по нашим меркам ничего. Несок дорогий, я думаю. А вот здесь многодетной семье выделили участок. На болоте, вот реально здесь болото, мы здесь собирали морожку. Да, кстати, в этом месте мы собирали морожку, чернику, грибы. Да ещё мы были, совсем маленькие, сюда ходили. Тут недалеко от дома. Не опасно, не заблудишься. Тому же ребёнку-то всё равно где собирать. Вот здесь кормушки. Татьяне синицы, они почему-то меня боятся. Тоже боятся, нет? Летают. Помню, когда в детстве, можно было с руки кормить. Тут не подойти. С цветочек там. Вот. Вот здесь мы очень много времени проводили этих суток. Гуляли здесь. Ягоды собирали. Теперь здесь живой район города. Вот здесь. Многодетная семья здесь. Поселилась. Это лыжня. Это спуск идёт на КП-2. Или на современном, по-настоящему сейчас называется, Снежинка. Там каток открыли. Новый. Ну, вот это с другой стороны участок, прям, многодетных семей. Но они тут постоянно. Куда бы я ни проходил, здесь всегда кто-то есть. Они там что-то делают. То шлики жарят, то рассаду сажают, то снег убирают. С времени здесь. Никогда не было такого, чтобы тут было. Кстати, в этом районе, с вами давно я и с лисицей общался. С лисенкой. Где-то на старом канале ролик. Подожди, помню, как он из канала ролик. Лисицка канала. Утка сутки бегала. А вот здесь прокат техникокатов. Смотрят, здесь люди на профессию бизнес. И реально тут очень много их снимают. Никакат по выходу не пытается народ мешать по вселыжникам. Это вот тоже вот эти лыжни я должен держать в лес. А вот наша района. Вдалеке виднеется. Вот такой частный сектар. Смотрите, видите. Благоустроен, но как бы в лесу находишься. Вот еще домики. Я не знаю, сколько здесь домов. Но здесь различные улицы. Улицы градостроительные, которые мы находимся. Вот самое похожее, что здесь этот, с разжигательный завод. Постоянно дымит. Не знаю, как они здесь живут. Он уже постоянно оседает. Это же не очень полезно. Там уже еще и выращивают что-то. Ну там тоже замок впереди. Нет. Двухэтажный. Постройки он еще много. На сопке не сосчитать сколько их. Вот такой большой и двухэтажный коттедж. Там тоже много где-то семян, сколько я знаю. Раньше здесь были сопки настоящие, в которых можно было собирать грибы, ягоду. Вот дорожка, на которой мы... А, это дорожка на озеро, на мелкое, там очень-очень маленькое озеро есть, в котором мы в детстве купались. Оно теплое. Там оно за этой сопкой. Сейчас тоже везде. Здесь, если зайти наверх, там тоже дома уже понастроили. А это озеро, как называемое, озеро с утками. Здесь лавочки сделали. Здесь обычно шашлыки, наверное, жарят, но когда в теплой погоде летом. Здесь выпущено просто очень много людей. На том берегу тоже построили какие-то дома. А вот, временный район. И тут такой частный сектор себе сделали. И вот, на сосединах и поставили такую колонку. Не знаю, но тут трубы прокладывают еще, скорее всего. Будет центральное владведение, наверное, так называется. Продолжение следует... Продолжение следует...